Это схема побега военнопленного Андрея Филиппова из лагеря Маутхаузен в 1944 году. При попытке к побегу он был застрелен. Это судьба десятков тысяч советских военнопленных. В книге немецких историков Ренхарда Отто и Рольфа Келлера, вышедшей в 2019 году в Австрии, рассказаны истории лишь некоторых из них. Русский перевод книги, осуществленный при поддержке российско-австрийского форума «Сочинский диалог», представили в Доме Рио в знаковый день. День, когда 75 лет назад открылся Нюрнбергский трибунал. Я вот посмотрел, собственно, приговор Нюрнбергского трибунала. Я хотел бы буквально на нескольких позициях остановиться и напомнить, что говорилось в этом приговоре, в частности, об обращении с советскими военнопленными. Оно, как говорится в этом тексте, характеризовалось особенной бесчеловечностью. Смерть многих из них являлась результатом не только действий отдельных членов охраны или условий жизни в лагерях, доходивших до крайности, она являлась результатом систематического плана совершения убийств. Эта книга очень тяжелая, жестокая книга. Ее тяжело даже читать. Читать сегодня, когда прошло уже 75 лет после начала Нюрнбергского процесса. Книга написана в том числе для того, чтобы мы никогда не забывали об этом, чтобы мы об этом помнили. Ни в Советском Союзе, ни в современной России об этом никогда и не забывали. Но многие факты действительно открываются только сейчас. Например, о судьбах женщин-военнослужащих в немецких лагерях. Многие считают, что женщин сразу расстреливали. Это действительно так во многих случаях, но тем не менее не всегда. Женщин, которые попадали в плен, их использовали в гражданской службе. Потому что с точки зрения немцев, женщине на военной службе делать нечего. Ей просто нет там места. Она не должна носить униформу. И эти женщины в лагерях пленных будут только порождать какие-то беспокойства, какие-то смуты. Поэтому старались избегать того, чтобы женщины попадали в концентрационные лагеря. Работа над книгой, по словам авторов, в общей сложности длилась около 30 лет. Основным источником информации стали немецкие и российские архивы, в том числе Государственный военный архив в Подольске. Для нас было важно не только результаты нашего исследования зафиксировать, но также и перспективы дальнейших исследований показать в этой книге. И, конечно же, материал из источников не только со стороны преступника, то есть со стороны Германии, но также со стороны жертв преступления, то есть советских военнопленных. В советское время из-за идеологических барьеров доступ к документам о советских военнопленных был засекречен. Только в начале 90-х стали публиковаться материалы, которые проливали свет о судьбе военнопленных после их возвращения в Советский Союз. Хранились и хранятся сейчас у нас документы, прежде всего, Главного управления по делам военнопленных и интернированных НКВД, МВД, СССР. Это порядка 3,5 миллионов дел. ГУПВИ – это была специальная структура, в ведении которой находились сотни лагерей, рабочих батальонов и спецгоспиталей, разбросанных по всей территории Советского Союза. ГУПВИ вело учет иностранных военнопленных и интернированных, распределяло их по лагерям, организовывало использование труда в хозяйственных целях, а также вело антифашистскую работу среди военнопленных. По разным оценкам, во время Великой Отечественной войны в плену нацистской Германии оказалось от 4,5 до 5 миллионов советских граждан. Более 3 миллионов из них погибли. По существу это форма геноцида, самая настоящая. Недавно, кстати говоря, в Новгороде прошло судебное заседание, которое связано с обнаружением мест массовых захоронений советских граждан, которые были уничтожены во время войны. И суд определенно высказался, юридически высказался, что вот такого рода массовые уничтожения носили характер настоящего геноцида. Хотя сегодня, как вы знаете, в международном праве применительно к территории Советского Союза эта формула пока не употребляется. Между тем, факты, приведенные в книге Рейнхарда Отто и Рольфа Келлера, говорят именно о целенаправленном истреблении славянских недочеловеков, как именовали советских военнопленных нацисты. В лагерях их нумеровали и превращали в обезличенных рабов. Это рисунок Германа Царегородцева, узника Маутхаузена. Символично этот рисунок он подписал не именем, а своим номером заключенного 7239. Служба информации, Фонда истории Отечества.